В Твери открылся новый филиал МФЦ. Теперь жителям пролетарского района не нужно ехать в центр города, чтобы получить государственные услуги. Достаточно прийти в бизнес-центр этажи. Одной из первых там побывала наша съемочная группа. В новом шестом филиале многофункционального центра будет работать семь окон приема заявлений. В каждом из них девушка, готовая оказать помощь в получении государственной или муниципальной услуги. Ежедневно пролетарский МФЦ сможет принимать порядка 250 человек, которые будут приходить сюда с понедельника по субботу. Услуги социальной защиты будут востребованы в пролетарском районе. Я думаю, замена паспортов тоже будет носить массовый характер. Но, по-моему прочему, это, конечно же, услуги предоставляются по регистрации недвижимого имущества, выписки из единого государственного реестра недвижимого имущества. Ну и, конечно же, пенсионный фонд, оформление пенсий. Для удобства клиентов здесь, как и в остальных МФЦ, электронная очередь. Она позволяет не только быстрее получить услугу, но и исключает возможность путаницы. Кроме того, шестой филиал стал первым, где появилась новая услуга – замена водительского удостоверения. Простота в том, что здесь мы делаем цифровые фотографии. То есть человеку не нужно фотографироваться, здесь это все делается на месте. Ему нужно только принести медицинскую справку, заплатить. Вот здесь у нас есть банкомат Почта-Банка государственную пошлину, подать заявление через программу АИС МФЦ. Это занимает порядка 15 минут. Ему не нужно записываться через госуслуги в органы МРЭО ГИБДД. Мы документы все в электронном виде отправляем. Приходят уже готовые права от 7 до 10 дней. И он просто приходит, сдает старые права, получает новые права. Новая МФЦ в Пролетарском районе – часть комплексной работы по развитию историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок». Здесь планируется создать зону туристической и деловой активности. При этом будет обращено внимание и на развитие прилегающих территорий – набережной Тмаки, парка текстильщиков, дворца творчества детей-молодежи и других объектов.